Память 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 Все памятники с рабочими уберем в район ХТЗ. Это будет резервация, нет, гетто для советских памятников и всего советского. Гетто – хорошее слово для тех, кому отшибут память. Кто сказал, что память вечна, как вечный огонь? А кто помнит, во имя чего и кого он все еще горит? Горит? В районе ХТЗ? Память Добрый вечер, город. Вот. И продолжаю наш документальный телероман, и продолжаю листать страницы нашей истории, забытой истории. Но если история забыта, как она может быть нашей? Но я верю в прапамять, верю в коллективное подсознательное, верю в конечную справедливость и в ее Бога. Что поделать? Я верующий. Великий Бурлук 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 раскрывает тайну трех карт русской графини Натальи Петровне Голицыной. Во время французской революции, воспользовавшись неразберихой, возглавлявший дипломатическую миссию в Париже, граф Павел Строганов вывез часть русского архива в Россию. О том, как были спасены книги, принадлежавшие королеве Анне Ярославне, в 1805 году подробно писали российские и европейские газеты. Со времен Петра Российская Академия Наук была, по сути, филиалом немецкой академии. В ней сидели в основном немцы. Когда возникала необходимость уничтожить какой-либо документ, он и объявлялся подделкой. В 1805 году в Петербурге русский дипломат Петр Дубровский основал по существу тайную Российскую Академию – депо манускриптов, деятельность которой поддерживали многие старинные русские рода. В частности, много сил ей отдавал Гаврил Державин, Воронцовы, Голицыны, старинный род Строгановых. Здесь и хранились вывезенные из Франции славянские рукописи. После смерти Дубровского в 1816 году был составлен каталог этой библиотеки. Большинство документов передали Академию Наук, но старинных славянских книг в ней не оказалось. Дело в том, что перед смертью, предвидя судьбу созданной им тайной Академии, Дубровский успел передать ценные документы на хранение в библиотеке старинных русских фамилий. Так, часть письменных артефактов попала в имение старого русского рода князей Захаржевских-Задонских под Харьков в Великий Бурлук, где через сто лет они были спасены из пепла гражданской войны полковником русской добровольческой армии Федором Артуровичем Изенбеком. Нужно сказать, что многие ученые считают дощечки Изенбека всего лишь искусной подделкой, мистификацией. У них есть на то свои ученые основания. Но 13 августа 1941 года при загадочных обстоятельствах в Брюсселе Изенбек погиб. По завещанию все свое имущество, картины и книгу он оставил Миролюбову, но книга исчезла. И эта таинственная смерть и исчезновение книги могут являться одним из доказательств ее подлинности. Тем более, что, как позже выяснится, помощник Миролюбова господин Шефер был тайным сотрудником института Аненербе. Как известно, этот институт активно занимался поиском и сбором древних артефактов. Дальнейшая судьба Велесовой книги, книги русского бога справедливости Велеса, неизвестна. Солидные ученые считают Велесову книгу безусловной подделкой. Но кому понадобилась такая скрупулезная подделка? Кому понадобилась такая скрупулезная тайна? Историю, как известно, пишут победители. Те, кто чувствует себя победителями сегодня, срочно переписывают историю под себя. Историю, написанную вчерашними победителями. Римляне говорили, победа любит подготовку. Так как сегодняшние победили без особой подготовки, они не знают, что делать, кроме того, как деребанить раздеребаненное или передеребанивать раздербаненное. И поэтому я им советую поторопиться в переписывании истории. Ведь в любом случае их власть продлится считанные месяцы. И придут на смену прежней. Нет, я думаю, все будет интереснее. Нас ждет захватывающая пьеса. Власть захватят те, кто лучше подготовится. Редкий случай, когда участника нашей пьесы представлять не нужно. И традиционный вопрос. Если бы ваша жизнь сложилась так, что вы стали бы актером или в вашем случае, в случае вашей кармы, режиссером, какой спектакль или какое кино хотели бы снять? Ну, вот вы сказали актерам, я подумал, то есть одеть на себя маску и сыграть другого человека, да? Сделать то, чего в этой жизни позволить себе не можешь. Быть язвительным, острым, обличающим. Вот мне нравятся трилогии. Дюма был такой шут при короле, там, шуко такой, да? То есть вы хотели бы сыграть шута при короле? Не короля, а шута при короле. Я хотел бы сыграть человека, который может говорить все. Ну, не которые сняли у вас в знаменитой опере. Да, в опере. То есть, в этом случае, призрака в опере играть не хотелось бы. Так вот, если такая есть амбиция, сыграть роль человека, который говорит все. Ну, можем попробовать сегодня, если не все, то хотя бы... Мы можем сыграть в такую игру. А режиссером, не знаю, как режиссером смогу ли, вряд ли, наверное, буду приглашать кого-то, ну, участвовать тоже буду. У нас есть одна мысль снять такой небольшой фильм по прекрасному роману Генри Кэтнера «Эльф-Лудильщик». Великолепная философская притча. Вот теперь и вы прочтете, надеюсь. А когда прочтете, влюбитесь. Мы через годик обсудим, и мы вам предложим там роль. Понятно. Хорошо, значит, тогда стараемся отвечать максимально. Ну, попробуем. Да. Долго переживали, когда потеряли пост губернаторский? Я переживал не потерю поста. Я в первый день понимал, что наступит момент, когда тебя назначили, значит, наступит момент, когда тебя уволят. Переживал за обстоятельства, потому что на тот момент я для себя получил несколько таких ударов, которых не ждал от людей некоторых, и в том числе от президента Ющенко, который, считаю, тогда очень многих предал, заняв ту позицию, какую занял. Сейчас, наблюдая за нынешней властью, что испытываете? Злорадство какое-то есть, ведь ситуация так провисает, причем очень заметно. Я не скажу стремительно, но быстро. И люди, которые голосовали, не то что трезвеют, у людей сейчас очень сложное положение. Время обнажает намерения, мы это понимаем, и на длительном промежутке времени можно всегда смотреть. Коротко, в рамках телепередачи можно показаться красивым и энергичным. В рамках выборной кампании можно показаться убедительным. А когда ты берешь промежуток, как сейчас, например, полтора года, возникают факты. И от этих фактов не отвернуться. Начиная от того, что борщ подорожал в два раза, если смотреть. Заканчивая показателями формальными в области. Я, честно говоря, когда смотрю на нынешний бюджет области, на выполнение нынешних программ и так дальше, смотрю взглядом, ну так скажем, подготовленным, конечно, это меня шокирует. Чувство злорадства есть или откровенно? Злорадства нет, но есть такое, знаете, вот то, о чем мы сказали в начале. Есть такое желание всякий раз сказать, подождите, ну посмотрите, что же происходит реально. Но опыт показывает, что далеко не все люди у нас хотят знать, что происходит реально. Или хотят реагировать. Или интуитивно понимают, но не хотят себя вгонять в плохое настроение, в депрессию, в без того сложной ситуации. Сейчас регионы ведут себя, ну фактически ради бога. Можно почитать их газеты, таких газет даже в эпоху КПСС не было. И это как бы для меня такой мощный-мощный сигнал того, что дела очень плохи. Потому что когда начинается этот, как мы говорим сегодня, такой чистой воды пиар и больше ничего, это не есть хорошо. С другой стороны, люди, вот они уже одни там попробовали условно оранжевых, теперь вот голосанули в другую сторону. Тоже разочарование, мифической третьей силы как бы нет. Вот люди в растерянности. Вот ваш уход, приход в бют. Теперь, по прошествии иного количества времени. Не ошибка? Я не думаю, что это ошибка. Это не ошибка. Вот я объясню свое мировоззрение на этот счет. Вот понимаете, как существует человек, существует я и вы. И у нас с вами точки зрения не совпадают по очень многим вопросам. Ну допустим, совпадают по 60% взглядов, по оценкам событий. Означает ли, что я не могу с вами создать одну организацию, общественную или партию? Максималисты говорят, да, означает, ждите стопроцентного совпадения. А реалисты говорят, что надо находить возможность сближаться. Если я что-то хочу поменять, то я не буду создавать новую партию и красивым павлином ставить в середине, завлекая. Я говорю, да, ты хочешь что-то менять в этом мире, иди в ту партию, которая ближе тебе всего, и меняй ее изнутри, приближай ее к твоему идеалу. Вот поэтому я не считаю это ошибкой. И до сих пор считаю, что из того спектра, который у нас и есть, если тебе суждено что-то менять в этой политической ситуации, то выбирай и действуй, а не плачь и не причитай о том, что ой, нет третьей силы, ой, давайте строить гражданское общество. Увы и ах, мы находимся в той данности, которая есть. Мы на эту тему уже говорили, и в свое время, когда Юлия Владимировна исключалась из Батьковичины, то я говорил, что там вопрос же не в том был, что я вот, как бы, такой амбициозный, что поставил перед выбором. То есть в Харькове Бют это Потимков или это Фельман. Вопрос так не ставил, просто ставил вопросы перед Турчиной, перед ней, что я никогда не буду ширмой для того, чем занимался Фельман под флагом Бют. Когда Бют в Харькове превращался в филиал АВЭКа. Вот, и, ну не знаю, если вы говорите перевоспитать, переделать изнутри партию, как говорится, флаг в руки. В свое время Юлия Владимировна на перевоспитание. Любая партия, это отражение процессов. Она такие, Губский, Фельман, прочих, она говорила, они у меня на перевоспитании. Ну и кто кого перевоспитал. Ну, хорошо. На господь Бог и не царица, она ошибается. Хорошо, пусть, дадим ей, так сказать, дадим ей право, как и всем смертным, ошибаться и исправлять ошибки. Такой еще вопрос, который, думаю, задают себе те люди, которые вот за нашей политикой здешней местной следят. Одни говорят так, что регионы это очень жесткие люди, жестокие. Есть те, которые просто ведут жестокую политику. Если у них что-то не получилось во время выборов, то есть они какие-то позиции сдали, давлением, чем угодно. Они вытеснили вот на нашем областном ландшафте всех, кто им мешал, кто был, так сказать, не регион. То есть, я думаю, что к сегодняшнему дню подровняли всю ситуацию, везде регионы. Второе, значит, что не секрет, что вы же не просто были госслужащим, вы человек, который пришел из бизнеса достаточно крупного и говорят так. Ребята, мы в такой стране живем, где бизнеса в оппозиции быть не может. Это, кстати, у нас, когда мы говорим, какую партию не создавает АКПСС, и как времена АКПСС, если ты не в партии, ты никто. То есть, или ты с регионами, а тем более с таким отягчающим обстоятельством, как бизнес. Поэтому все говорят так, ну, Авакова, ну, дадим там некоторое время. После выборов, да, он себя там нормально показал, значит, трогать нельзя, но потом будем умножать на ноль. И говорят некоторые, да, ну, все равно Аваков придет к региону. Так или иначе, а тем более, вот, ваша теория, 60-40% что-то не совпадает. Может, у вас начнутся проценты совпадения с партией регионов? И вопрос, вот как человек, да, которому судьба дала жизнь многое, в том числе, скажем так, определенные авуары, как он этим распорядится? А на этих людях сейчас большая ответственность. То есть, я имею в виду судьба города. Вы можете поучаствовать в ней, поучаствовать вот так, вот так, вот так. Изменить вот так, вот так. Или не изменять. Остаться в личной жизни и заниматься бизнесом. Так вот, из этого возревает такой, так, преамбула длинная. Вопрос, значит, Аваков. Будет ли договариваться с партией регионов, я имею в виду, не рискуя своим бизнесом, будет играть в игру регионов? Или же это будет оппозиция? И вот ближайшие выборы, это будет реально оппозиционная партия, предлагающая другие программы, другие подходы? Я понял. Ну, сразу скажу, это будет оппозиция. И поясню, что имею в виду. Ну, вы нарисовали картину положения бизнеса в Украине и в Харькове, тем более. В Харькове это одна из, пожалуй, двух-трех точек в Украине наиболее жестких. Там, скажем, Харьков, Крым, Донецк, наверное. И любой бизнесмен, находящийся под гнетом текущих обстоятельств, это очень хорошо понимает. И у кого были иллюзии, они рассыпались. И независимо от того, поддерживаешь ли ты партию регионов или нейтрал, ты получаешь свой удар проблем. Можно ли договариваться? Мне этот вопрос задавали много раз. Готовы ли вы договариваться с партией регионов? Господин Кернес на программе Савика Шустера, значит, вопрошал, я вам протягиваю руку, давайте, значит, ее пожмем, давайте, так сказать, о чем-то. А что вы когда-то ногами делали? Не знаю, я не обратил внимания. Что делал? Он ногами работает, то есть протягивает руку, а работает ногами. Да, значит, вопрос в следующем. Я не считаю, что материальный мир – это все, что есть у человека. И если здесь запредельная безнравственность, но я не могу в этом обстоятельстве просто находиться и жить. Это очень плохо согласуется с бизнесом. И все те компании, которые были так или иначе со мной аффилированы, все удары, какие только можно было получить, начиная от фальшивых забастопок под банком, в котором у меня есть акции, заканчивая беспрецедентными налоговыми атаками и милицейскими, как принято говорить, наездами на все те фирмы, которые, так сказать, находятся рядом со мной. Все это сделано. Потери огромные, бизнес получил серьезнейший удар, но за полтора года, так или иначе, тем не менее, это остается возможность быть мне независимым. И я это очень высоко ценю. За счет чего? За счет того, что некоторые направления бизнеса, они носят характер устойчивый, до которых дотянуться руками не могут наши эти товарищи, даже если энергично сучат ножками. И это мне позволяет быть независимым в своих решениях, суждениях и уважать себя за свою позицию. Потому что большинство, кто склоняется, они же себя ломают и не уважают. Это вы очень хорошо знаете. Вы именно поэтому покинули в свое время Батьковщину, что не хотели ломаться под правила кукольного театра. Правда? Поэтому на будущих выборах я имею функцию перед городом, если хотите, да, уже переходим в такую пафосную ситуацию. Как вы сказали, взять тот самый флаг и попробовать все-таки предложить, что не все так в этой стране, как рисуют эти ребята. Что может и должно быть по-другому. И попробовать надо предложить альтернативные программы. Более того, не надо тратить время на обличение. Эти люди сами себя обличают лучше всех, и люди это все видят вокруг, что происходит. Надо тратить время и усилие на то, чтобы предложить альтернативу реальные созидательные действия. Вот сидел, думал, задавать вопрос, не задавать, иначе задает. Да, задавайте. Ну, мы знаем, какую роль в том, что Добкин губернатор, Кернес-мэр, сыграл Юра Янакевский или Юрий Иванюшенко. Вот такая фигура, которая сейчас все больше и больше на слуху. Чем-то похожа, как Абрамович из тени выходил. Что даже фотографии мы в свое время не могли найти. Нечто подобное здесь, да. Вот мощная такая фигура, теневая, так сказать, в окружении Януковича. Личность депутата от партии регионов Юрия Иванюшенко окутана ореолом таинственности. Его имя связывает с Янакевской братвой времен бурных 90-х. Его влияние распространяется на АПК, Минобороны, Гостаможню и множество других отраслей. Не последнюю роль в такой авторитетности играет личное знакомство с президентом Украины. Подробности на сайте www.lb.ua Говорят, что, ну зачем играть с куклами, когда надо играть с кукловодом. Говорят, что вы выходили на Юрия Иванюшенко для того, чтобы как-то переиграть ситуацию в Харькове. Нет, не выходил. В рот. Не знаком, не выходил. И не могу представить, что буду выходить. На меня выходил с контактом непосредственно перед президентскими выборами Виктор Янукович, которому я сказал в телефонном режиме, что он мне предложил встретиться. А я ему сказал в телефонном режиме, что Виктор Федорович, мне нечего вам предложить. Вот это единственные контакты, которые у нас были на тот момент времени. И я не считаю, что с нынешней харьковской властью, с этими людьми можно о чем-то договариваться. С шулерами, играющими по своим правилам, нельзя договариваться. Договариваться неплохо, договариваться хорошо. Только надо в основу поставить не собственный интерес, не собственную удобность ситуации, а какие-то, так сказать, действительно стоящие цели. Вот, например, ящик Пандоры открыт, террор, который сейчас объявила оппозиция, нынешняя власть, будет иметь обратный ход. Уйдет эта власть, придет оппозиция. Оппозиция также должна мочить этих людей, как и некрасиво сейчас эта власть, например, по отношению к Луценко или к Тимошенко. То есть получается, что вот эта вот неадекватность засасывает от общества в эту спираль совершенно идиотской войны всех против всех, когда цели теряются, а общество падает на дно. И если так посмотреть, уж совсем высоко подняться, то, видимо, выход для Украины в том и заключается, что оппозиция должна с властью достичь какого-то баланса, какой-то грани вокруг, ну так будем говорить, бесспорных национальных интересов. Но для этого культура общества и давление общества на политиков должно быть таково, чтобы они друг друга уважали. Они принимали там закон о красных флагах, который раздражает там полстраны, или поднимали на щит закон о языке, или еще что-нибудь находили в таком случае. Так что будущее Украины будет, безусловно, в том, что люди с разными взглядами должны корректно уважать друг друга. Ну, существует Швейцария там с пятью разными языками, там с разными подходами, никого не смущает. Существует Украина, в которой, наверное, все-таки гораздо больше общего, чем различающегося. Вопрос пока что. В переходном постсоциалистическом обществе, в деньгах, в первичном накоплении капитала, в нижайшей культуре наших политиков, в которой, увы и ах, есть зеркальное отражение ситуации в обществе. Хорошо, тогда традиционный монолог. Монолог прозвучал. Да? Я не знаю, что еще сказать что-то надо. Нет, хорошо, мы тогда это так и скажем, что монолог уже прозвучал. В прошлой части нашего телеромана я пообещал продолжить прогулки с Аркадием Филатовым, Каде Филатовым. Приятно выполнять обещания. Приятно, если ты не политик. Да. А вот, Кадя, кто первый назвал так? Наверное, мама. Потому что это у меня с самого раннего детства. Хорошо, а вот если говорить там о метафизике, все-таки, может быть, в Харькове какие-то токи есть? Вот мы сейчас не говорим о украинской компоненте, поэтической, писательской в Харькове, но ведь какие голоса? Кульчицкий, Слуцкий? То есть те, которые именно коренные харьковщики? Нет. Сейчас ты говоришь абсолютную истину. Конечно, так сказать, ну какая-то городская реальность, которая в городе не появилась, вот она появилась, эта реальность, она будет жить в нем всегда. Это уже, так сказать, город ее несет как свое наследство. Она существовала в Харькове всегда. И поэтому, почему даже вот оттепель, это самое, дала кучу поэтов, кучу прозаиков, да кучу даже чтецов там, ну, в общем, во всем, что касается литературы. Большой очень выдвигло отряды, не большой, а большие отряды выдвинуло. Ну и самые большие были вот в Москве, в Ленинграде, в Харькове. Потому что город располагал к этому. Ведь даже Одесса, которая прекрасный город, там так, 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 мы все-таки отдаем ей дань за ее остроумие, острословие, а не за литературу. Хотя оттуда пришло и в московскую, и в харьковскую литературу очень много людей. Но там они вот как-то не срабатывали в Одессе. Хорошо, тогда вот в это утро что хочется почитать? Почитать? Да. Надо же доказывать, ну, хотя бы самому себе, да, что я поэт, у меня рождаются строки, я чувствую гармонию в этом мире. Да, в общем-то, гармонию я, наверное, чувствую в этом мире. Это как раз не заслуга, то есть, если это и заслуга, то это воспитанная заслуга, чувствовать гармонию. Это не талант, не способность ее чувствовать. А, ну, когда я пишу стихи, я не думаю, чувствую я гармонию или не чувствую. Это меня не касается. Стихотворение Шевченко, которое сейчас прозвучит, Аркадий Филадов написал сорок, а то и более лет тому назад. А кажется, будто сегодня утром. У поэтов свое время и свои отношения с нашим временем, не поэтически. Конечно, нам грешно равняться с ним. Он жил не так, не нашей показухой, и хлеб наш ежедневный не сравним с его макухой. За то, что власти правдою бесил, не нам чета, не нынешним острогам. Он даже не наручники носил, а кандалами лязгал по дорогам. О том, что он зачинщик смут и бед, что в снах его анафемская сила донос писал не барину сосед, сама империя народу доносила. И на рассвете возле очага под песнопенья северных хоралов его вязал не шавка из чека. Ему в надсмотрщики давали генералов. Среди чужих казарменных мокрот его вернули к рабским укоротам. И, как всегда, безмолвствовал народ. И он заплакал над своим народом. Прошли года, ведя свою игру, и, полетев по свету стаей книжек, вдруг к новой власти стал он понутру. Я не пойму, с каких таких коврижек. Взяв под узцы иные времена, то в атаманы, то в святые мылясь, уж так ли отличается она от тех сучонок, что над ним глумились. Все те же вертухаи и псари с густым сачком, каким крамолу ловят. С какого хрена новые цари слышнее нас Тараса словословят? Всю жизнь свою тому свидетель Бог и скреплено делами и словами. Не он ли вас, как грязь, стирал сапог? Не он ли руки мыл, расставшись с вами? Так что же вы на свой иконостас его мастырите на ту же шею бычьи? Нет, не за вас отбедовал Тарас. Покайтесь прежде, чем его величить. Это стихи, написанные в 64-м году. Вот такие пироги. Хорошо, вот мы сидим в кафе на улице Чичибабина, а тогда, когда с Борисом Алексеевичем дружили, в мыслях было такое, что будет Харьков и улица Чичибабина? А я всегда в это верил. Да народ, в общем, народ всегда как-то восстановит все, что должно быть, поставит на свои места. Беда в том, что сами герои этого не почувствуют за малостью нашей жизни. У истинных поэтов свое ощущение времени. У Аркадия Филатова, физико-ядерщика по образованию, это ощущение обострено и по линии естественно-поэтической, и по линии естественно-научной. Я, когда ты сказал о том, о чем собираешься побеседовать, так, совершенно в легком, так сказать, намеке на то, что будет, то я спокойно ухватился за то, что происходит сейчас. А и вдруг опять понял, что сейчас-то происходит то, что всегда происходило. Это, в общем, и будет завтра еще происходить. Пока нас еще терпит тут Господь Бог присутствующим на этой планете, то всегда это будет происходить. Вот мы 25 лет назад пережили Чернобыль. Сейчас мы переживаем это Фукусима номер один. понимаешь, я бы не брался ни за какие утверждения по поводу произошедшего и не возьмусь ни за какие утверждения по поводу произошедшего. И даже не стал бы об этом говорить, если бы мне в уши из каждой газетной строки не летели бы просто, ну, как бы сказать, глупые утверждения того, что происходит. Причем глупые до нельзя. Ну, скажем, то, что вот пришло цунами, случилось землетрясение и разрушило эту Фукусиму один. У меня сразу вопрос, а почему вы не в обратную сторону посмотрите? Почему вы не скажете, что вот на Фукусиме один стало что-то происходить, что вызвало это землетрясение и это цунами? Когда-нибудь приходило это кому-нибудь в голову? Нет. Вот существует понятие такое очень вкусное, хорошее понятие, что вот человек однажды выдумал колесо. Что-то гениальное было открытие для того, чтобы поехать. я подтверждаю, да, человек выдумал колесо, но это единственное, что он выдумал для природы и для какой природы? Для своей собственной, для своего существования, для того, что вот по асфальту лежит или просто дорога проложена, чтобы что-то катилось, больше колесо нигде в природе не существует, потому что, наверное, оно не нужно природе. А вот мы, скажем, ну не мы, а первый институт ядерной физики придумал, что модель ядра это, вот, модель атома это ядро и вокруг электронной орбиты. И все они были нарисованы кругленькими. И до сих пор любого студента учат, что вот ядро вокруг него по кругу летают электрончики. Да не летают они ни по какому кругу. Понимаешь? Не летают, они не могут летать по кругу, потому что Земля не круглая, потому что орбиты Земли не круглые, орбиты любой планеты не круглые, не может быть чего-то круглого вот в этом свете, в этой галактике. И академики, скажем, академики, крупные академики, приходя на лекцию, а сам я закончил ядерное отделение физмат наук, первым еще был первым обучающим этого дела, и вот спустя 50 лет я вижу, что академики приходя, они по-прежнему чертят эти круглые орбиты вокруг ядра и все это объясняют. Эти академики, они по знанию от студента первого курса отличаются вот на два пальца может быть. И до тех пор, пока академики не вырастут вот до такой степени, мы ничего с этой атомной энергией не поделаем. Мы не будем знать, когда взорвется наша атомная станция, или когда она потечет, или какой будет урон после этой протечки. И вообще вот сейчас после Чернобыля считает, что там, 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 там. А какой вред на самом деле нанесло, авария нанесла чернобыльское человечество, никто не знает. Потому что никто не может знать. Нет таких знаний у человечества. Просто нету их. И поэтому все наши государственные такие вот поступки, которые делаются, скажем, в России по поводу спрятания урана использования, какую-то нашу яму там или куда-то. Я, например, я не верусь, когда чем это закончится. То ли большим взрывом в этом месте, то ли наоборот там будут хорошие огурцы расти, но это знать-то надо, прежде чем это делать. а вот это незнание либо его надо заменять, как поступили в литературе, в поэзии. Нету там формы. Там есть подходы какие-то совершенно боковые. как-то рассматривается предмет или явление любое с неожиданной точки зрения. А не то, что говорят, что вот он квадрат, или вот он сфера, или вот он куб, давайте посмотрим на них. Я считаю, что литература равна где-то религии. И не где-то, а равна религии. Это тоже способ постижения мира по своим законам. Сегодня Аркадий Филатов в Крыму гуляет по Алубке, но закончится лето, и Кадя вернется в Харьков. И мы продолжим нашу прогулку. Вернемся на круги своя. Круги, которые в действительности не круги. Пора мариновать слова и мысли, чтобы они напрасно не прокисли. И водку пить не в барах, а нигде. И пламени рассыпаться на искры, и по течению Волги или Истры промчаться отражениями в воде. Уже не будет небо небосводом, стена преградой, зеркало уродом, уже внутри не станет суеты. Сольются в одночасье год за годом, и надо не забыть перед уходом полить на подоконнике цветы. Я прерываю написание телеромана «Город Икс». Отложу его где-то до осени. А когда мы встретимся вновь, мы будем говорить только о главном. Ведь пока «Город Икс» это так, предисловие, предместие, околица. Пока что мы ходим с вами вокруг да около. Придет время, и мы заглянем в суть нашего города, в суть нашего времени. До встречи, Харьков. Михей, Иона, Даниил, я вслед за вами говорил, но был для всех я как немой, и город мой уже немой. В душе такая пустота, я будто в чреве у кита, но скоро я увижу сушу, вновь град пророчества обрушу на головы неневитян, забывших Бога Харьковчан, наперсточник, злодей и сводья, вот ваши идолы сегодня, возвышу голоса я в медь, готовьтесь вретища надеть, даю вам дней я ровно сорок, о, как мне этот город дорог. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова